Внимание, вопрос номер два. Собравшись впервые в жизни воспользоваться самолетом, китаец Лучао сделал это в турбину. Что сделал житель Поднебесной перед полетом? Оказалось, ничего постыдного. Он забросил в турбину монетку. На счастье. Определенной тематики у вопросов студенческого турнира «Что, где, когда» не было. Организаторы собрали для игроков факты из различных сфер жизни. В одних случаях ответить правильно на вопросы помогали знания, в других – логика. Вопросы были, наверное, не столько сложными, сколько необычными для нас, для учеников, особенно технического вуза. Это более житейские, более логические вопросы. Для нас, конечно, было тяжело. Игра проходила в три тура. В каждом было по 12 вопросов. В турнире принимали участие студенты разных курсов. Андрей Ефремов учится на втором. Вместе с друзьями они объединились в команду Шерёдингера и решили попробовать свои силы в интеллектуальной игре. Мы как-то, наверное, на начало немножечко испугались, а под конец, посередину мы уже приклись и полномерно, наверное, отвечали. Думаю, вопроса три мы всё-таки ответили. Ребята соскучились по игре, по живому общению, по соревновательной атмосфере. Дистанционный формат игры «Что, где, когда» – конечно, не сравним с офлайн-версией. Игроков осеннего турнира «Что, где, когда» рассадили в разные аудитории Саровского физтеха. Но даже при таком формате игры обязательный атрибут каждого участника соревнований – защитная маска. Команды рассаживали в аудитории в зависимости от площади. В маленьких кабинетах находилась одна команда, в больших по две. А в остальном всё было как в классической версии игры. Господин ведущий вёл соревнования из специальной комнаты. И только он во время турнира был без маски, так как каждое слово вопроса должно звучать чётко, чтобы не возникало проблем с трактованием. С помощью цифровых платформ ребята наладили связь с командами. Эта идея возникла в связи с тем, что наши команды и старших ребят, и младших курсов приглашают в Москву на разные кубки, приглашают в Нижний Новгород. Мы как филиал МИФИ ездим, мы ездим как самостоятельный вуз. Но у нас внутри и для тренировок друг друга, и для времяпрепровождения интересного. По итогам игры победителем стала команда «Пахом звонит в колокол». Серебро досталось сборной с трудно читаемым названием «У». Третье место заняли приматы. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Продолжение следует.